МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. В железнодорожном районе из-за крупной аварии на водопроводе оказались затоплены несколько жилых частных домов. В Воронежском городском общественном транспорте проверили соблюдение масочного режима. Пределы невозможности. С начала года цены в магазинах выросли на 4%. Шаг навстречу. В России успешно реализуется значимый благотворительный проект. В Воронежской области прошел общерегиональный день приема граждан. Один из многих. Судьба человека с ограниченными возможностями и безграничной фантазией. Утром 17 июня жители Левобережного и железнодорожного районов остались без воды. Причина – повреждение чугунного магистрального водовода, из-за которого затопило несколько частных жилых домов, машины и огороды. С места происшествия Олеся Олесюк. Глубина воды здесь доходит до метра. Затопило машины, дома. Утром люди, проснувшись, не понимали, что происходит и не знали, что делать. Во сколько случился порыв, точно никто не знает. Люди спокойно спали всю ночь, не подозревая, что их дома затапливают. К утру жилье и дворовую территорию затопило уже по окна. Из-за порыва водовода затопило пять частных домов и двенадцать садовых участков. Проснулась в пять утра, вышла во двор, посмотрела, что там, как у нас посадки, саженцы, клубника. Зашла в дом. Ну что-то такое, стала умываться. Тут звонок домашний. Беру трубку, соседка с первого дома, с девяносто первого, истеричным голосом, выгляни. И все. Как в «Титанике», знаете, страшно. Мебель валит там, холодильники, там все плывет. Мы увидели воды полную, ну, и взаметались. Быстрее караулы, кричь. А что делать? А что делать, да. Хорошо с отец, Сашка. За одну ночь люди потеряли все нажитое. 16 человек остались без крыши над головой. Из них двое детей. О компенсации причиненного вреда потерпевшим власти пока ничего не сообщают. Коммунальные службы организовали пострадавшим подвоз питьевой воды и автобус для временного размещения. Но покидать свои затопленные дома люди отказываются. Спасатели приступили к откачке воды. Работы планировали закончить в полудню. Причина, я считаю, что основной, конечно, сырало то, что в последнее время были ливневые дожди и очень сильно произошло прослабление грунта. А так как водовод Чугунин, он очень сильно влияет на это. Эта авария, она может быть связана еще с железной дорогой, так как водовод идет параллельно железной дороге. Здесь очень насыщенная железная дорога и большая вибрация, она, конечно, очень сильно влияет на сам водовод. Чугунный водовод проложили еще в 60-е годы прошлого века. Место утечки найдено, сейчас идут восстановительные работы. Для этого пришлось поднять два гаража. Без воды утром остался весь Левый берег. В 10 утра во многие дома воду вернули. Но ее по-прежнему нет в нескольких многоэтажках на улицах Порта Артурска, Димитрова, Минска и Серафимовича. В остальные многоэтажки воду вернули в течение 2-3 часов после аварии. Завершить работу по восстановлению водоснабжения РВК обещают в ближайшее время. Олеся Лисюк, Валерий Бовкин, 41 канал. ЧП произошло утром 18 июня. Вода исчезла в домах Левобережного и Железнодорожного районов, включая улицы Остужево, Илюшино, Циолковского и Ленинский проспект. Сегодня около 8 часов утра было зафиксировано падение давления на водоводе в Левобережной части города. Оперативно была направлена группа по определению места утечки. Место утечки было обнаружено по адресу улицы Урывского, 13, на водоводе диаметром 1000 мм. Добраться до места порыва мешает вода. Для ее откачки доставлена мощная мобильная мотопомпа производительностью 6000 км в час. Как долго будет устраниться авария, специалисты, сказать, затрудняются. По нормативам на это требуется 24 часа. Такие случаи бывают, что иногда они быстро проводятся, иногда они проводятся долго. Но для этого надо определить характер повреждения. Пока мы не откачаем воду, мы земляную работу проводить не можем. Настолько серьезные аварии коммунальщики не припомнят давно. Даже в мэрии говорят, что для Воронежа это не совсем типичная история. Да, ЧП случались, но не с такой периодичностью. Износ труб достаточно высокий. Аварии на водоводах и большого диаметра в том числе происходят. Но вот такая интенсивность порывов не ежедневно и не ежегодно даже происходит. В связи с аварийной ситуацией для жителей организован подвоз питьевой и технической воды. Данная авария находится на контроле у главы. Приезжал исполняющий обязанности главы сюда. То есть задачи были поставлены. Службы все на месте, все работают. В связи с этим в железнодорожном районе продолжает действовать режим ЧАЭС. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежском транспорте проверили соблюдение масочного режима. Как показал рейд, многие воронежцы легкомысленно относятся к своему здоровью. Не говоря даже о безопасности окружающих. С подробностями Олеся Олесюк. Остановки представители управления транспорта выбирают рандомно. То есть почти наугад. Основной критерий при выборе большой пассажиропоток, проходящий через нее. Граждане, которые в опасность коронавируса не верят и в автобусах ездят без масок, при виде сотрудников администрации города и ГАИ, тут же торопятся прикрыть лица средствами индивидуальной защиты. Добрый день, уважаемый пассажир, управление транспорта администрации города. Будьте добры, соблюдайте масочный режим в общественном транспорте. Число заболевших растет. Отдельно регионы уже начали вводить ограничительные меры, дабы не допустить этого в городе Воронежа соблюдать режим в общественном транспорте. Контролеры пока не штрафуют. Рейды проводят в целях профилактики, чтобы объяснить важность ношения маски. Заболеваемость COVID-19 в регионе растет на протяжении недели, а маска спасает от заражения. Конфликтной ситуации нет. Пассажиры с пониманием относятся к проводимым мероприятиям. Когда мы заходим, мы просим надеть маски, все надевают маски. Претензий нет, проблем нет. К сожалению, число заболевших растет. Основная цель – это профилактика, чтобы люди не забывали о том, что необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте. В дальнейшем за проезд без маски пассажир может налететь на денежный штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Для водителя административное наказание строже. Ответственность за нарушение в этом случае ложится на перевозчика. Для юридических лиц штраф может составить от 100 до 300 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронеже цены растут в три раза быстрее, чем предполагали власти и поднялись выше прогнозируемого уровня инфляции. Воронежстат сообщает, что с начала года цены подскочили на 4%. А стоимость условного минимального набора продуктов по сравнению с прошлым годом выросла на 1000 рублей. Если сравнивать воронежские сцены с декабрем 2020 года, то к маю текущего года продовольственные товары подорожали почти на 6%. В 2020 году этот показатель составлял 3,6%. То есть цены в этом году у нас растут опережающими темпами по сравнению с предыдущим годом. Основное влияние на удорожание продуктов питания, как и в предыдущие годы, оказала плодовощная продукция. Так, если в целом товары этой группы подорожали на 12%, то морковь, картофель, свекла в цене поднялись почти в два раза. Виноград, капуста, лук в полтора раза. Подорожало почти на 12% куриное мясо. В мае значительно подорожали говяжья печень, свинина, рыба, маргарин, майонез, гречневая крупа, свинина. В плодовощном группе мы наблюдаем как рост, так и значительное снижение цен на продукцию. Так, апельсины у нас за пять месяцев подешевели на 26%, огурцы на 23%. Поднялась стоимость условного минимального набора продуктов. В мае по области ее стоимость составила 4 350 рублей. Год назад эта сумма была 3 772 рубля. Причем, отмечают специалисты, быстрее всего дорожают именно те продукты, которые входят в состав минимального набора необходимых товаров для питания. В центрально-черноземном округе дороже стоимость товаров только в Тамбовской области. Мы на втором месте по скорости подорожания. Стабильно с начала года дорожают строительные материалы, табачные изделия и легковые автомобили. На 30% увеличилась стоимость одного квадратного метра. Коснулась подорожания и лекарств, но не так значительно, как продуктов, питания и других товаров. Лекарственные препараты – это такая группа товаров, цены на которые постоянно меняются. Причем, как в сторону роста, так и в сторону снижения. Но что касается конкретной мая, то за месяц у нас подорожали существенно левомикольки, это профен, корвалол, а также бинты с ватой. Рост цен практически на все объясняется подорожанием оптовых закупок. Они стали дороже на 20%. Тем не менее, Центробанк дает прогноз, что годовая инфляция в стране не превысит 5%, а в середине следующего года вернется к 4%. Как это удастся сделать, правда, непонятно. Ни критика власти, ни искусственное сдерживание цен, и даже господдержка некоторых производителей пока не справляется с ростом потребительских цен. В России третий год успешно реализуется благотворительный проект «Шаг навстречу». Он организован Международным благотворительным фондом помощи детям всем миром совместно с Центром клинического артизирования «Альянс Орта» из Санкт-Петербурга. На днях его специалисты побывали и в Воронеже. Тему продолжит Галина Жукова. Уникальный проект «Шаг навстречу» стартовал осенью 2018 года, благодаря которому дети-инвалиды из малообеспеченных семей могут получить квалифицированную помощь врачей и средства реабилитации совершенно бесплатно. Специалисты из Санкт-Петербурга выезжают непосредственно в регион и тут же на местах изготавливают индивидуальное средство реабилитации. Всерасходы берет на себя Международный благотворительный фонд помощи детям всем миром. Воронеж далеко не первый город, где проходят консультации для маленьких пациентов, с различными патологиями костной системы. Сегодня прием ведет врач-ортопед, специалист по реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Сергей Сорокин. За плечами этого доктора более десятков командировок в 20 регионах России и сотни благодарных пациентов. У 17-летнего воронежца Дениса Красникова тяжелая форма ДЦП. На приеме к специалистам Центра клинического ортезирования Дениса сопровождает его мама Надежда Красникова. Было очень сложно что-то делать для него в плане лечения и реабилитации. Поэтому фонды – это помощь насущная, помощь актуальная. Это то, без чего мы не можем просто существовать. По-научному это тутер. Сами пациенты называют его сапожок. Процесс его быстрого приготовления обеспечивается за счет использования современного материала. Обтягивать ножку в правильном положении. Вот просто как у змеи кожа надевается. Правильно? Ну да. Да, прям раз и все. Но тут еще важно все-таки подобрать размер, потому что линейка-то у нас очень большая же. Это индивидуальное средство реабилитации изготавливается из низкотемпературного пластика. Изделие принимает нужную форму с учетом анатомических особенностей тела ребенка. Тутеры комфортнее и легче, чем аналогичные средства из высокотемпературных материалов или гипса. Они формируются медиками непосредственно на приеме вместо двух-трех недель, как это практикуется обычно. Мы изготавливаем техническое средство, в частности тутер, непосредственно на ребенке. Процесс занимает примерно от 15 минут до часа, в зависимости от сложности изделия. Никакого гипсового слепка, никаких грязных процедур, никаких ожиданий. «Шаг навстречу» – это действительно замечательный и работающий проект. Это по-настоящему большой шаг, который делают совместно фонд «Семь миром» и питерские врачи компании «Альянс Орта». Детей много, все хотят, и я думаю, что были бы рады, если бы эта помощь была бы более расширена. Но мы и за то, чтобы все-таки государство вовлекалось тоже в этот процесс. Но для нас важным аспектом является то, что есть на сегодняшний день большое количество меценатов, которые готовы помогать, но они не знают, как это сделать адресно. И поэтому вот этот проект «Шаг навстречу» был создан еще в том числе для того, чтобы те люди, у которых есть возможность помочь, они готовы, они знали, куда это будет направлено. Оказать адресную помощь для детей своего региона в рамках проекта «Шаг навстречу» можно прямо сейчас, зайдя на сайт благотворительного фонда «Всем миром». И чем больше желающих найдется помочь, тем больше детей получат необходимую помощь. В Воронеже 15 июня прошел общий региональный день приема граждан. В управлении Росреестра его провели удаленно по телефону горячей линии. Чаще всего спрашивали про дачную и гаражную амнистию, кадастровый учет и досрочные выплаты по ипотеке. Подробнее Олеся Олесюк. Утром телефоны специалистов буквально разрываются. За два часа работы приняли уже 40 звонков. В допандемийное время люди записывались на прием. Теперь достаточно позвонить и получить консультацию. Подскажите, пожалуйста, у вас закладная выдавалась или не выдавалась? С 1 сентября 2021 года можно в упрощенном порядке законить право собственности на гаражи. Землю, находящуюся под гаражом, собственник получит бесплатно. Только при одном условии, если сам гараж был построен до введения в действие градостроительного кодекса Российской Федерации. Для оформления прав на гараж нужен будет определенный набор документов, вплоть до подключения гаража к сетям коммунального обслуживания. Соответственно, предоставив такие документы, выполномоченный орган территории области, это будет Департамент имущественных и земельных отношений, по объекту, находящемуся на территории города Воронежа, предоставляется земельный участок. Если гараж будет оформлен в собственность, снести его без какой-либо компенсации невозможно. Но вот за землю и сам гараж придется платить налог. Земельный участок под гаражом будут предоставлять в аренду на 5 лет. Чаще всего также поступают вопросы, связанные с нарушениями земельного законодательства, вопросы государственной кадастровой оценки земельных участков и объектов капитального строительства. Консультации для граждан в Воронежском Росреестре проводят ежемесячно, один раз в две недели. Обычно, говорят специалисты, звонков, связанных с недвижимостью, поступает всегда много. Задача управления – помочь людям объяснить доступное юридическое законодательство и помочь решить возникшие у них вопросы. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. В Воронежской области насчитывается 200 тысяч инвалидов. Один из них – житель поселка Рождественская Хава Новоусманского района Юрий Чугуреев. Как живется сегодня людям с ограниченными возможностями и с какими трудностями им приходится сталкиваться в повседневной жизни, расскажет Галина Жукова. Инвалид первой группы Юрий Чугуреев с недавних пор перебрался из города в деревню. По хозяйству пенсионеров время от времени помогают сыновья. Хотя сам Юрий Павлович признается, что с тех пор, как умерла его супруга, ему приходится тяжело. У Чугуреева целый букет заболеваний. К тому же он почти не видит. Печень, почки, вот там выросли, аномалии появились. Ну и совсем недавно появились проблемы с позвоночником. Потому что группу дают недаром. Вот, если сказали не поднимать больше килограмма в одной руке и больше килограмма в другой, значит, это не надо поднимать. Потому что это нагрузка на позвоночник. А потом ноги болят. С недавних пор пенсионеру даже выделили две инвалидные коляски для передвижения по дому и на улице. Но с доступной средой, говорит пенсионер, у него проблемы. Ну, если по домашней коляске я пытаюсь дома продвинуться, то с уличной коляской, конечно, не всё так хорошо. Ну, во-первых, и не выйдешь, это надо всё, всё надо и спуски делать, и пандусы, понятно. Может быть, сыновья когда-нибудь сделают. Да и на улице дорогу вы видели, я сам не проеду. Ну, а я так-то человек достаточно тяжёлый. И моя спасительница, конечно, палочка. Как только разговор заходит о любимой супруге Натальи, у Юрия Павловича на глазах наворачиваются слёзы. Вместе с женой, с которой умерла после продолжительной болезни в 60 лет, они воспитали двоих детей. Ну, палочка-выручалочка, конечно, младший сын, Сашенька. Он и за мамой ухаживал 10 лет, не отходя, потому что она была лежачая больная. У неё было редчайшее заболевание, наверное, единственное в России, булёзный пинфигоид. К сожалению, в саду она работать не могла. Руки и стопы у неё покрывались как пузырями, как после пожара. Вся пенсия Чугреева тратилась на лечение супруги, болезнь которой прогрессировала с каждым годом. Уходило где-то 22 тысячи на лекарства. Там одно только австрийское лекарство в месяц стоило 15 тысяч. Кроме того, санитарно-гигиенические, подгузники, салфетки и много чего другого. Ну и диетическое питание. Юрий Чугреев рассказывает, чтобы оформить жене инвалидность, пришлось пройти несколько кругов ада. Три года назад мы пришли в МСЭ. Она уже не ходила, но нам даже не дали третью группу. Да, на бюро посмотрели на её кожу. Все надели маски, тогда ещё не было ковида. Кто-то особо сообразительный, даже противогаз. Потому что увидели, заболевание очень серьёзное, неэстетическое. Но группу не дали. Говорит, полечитесь, съездите в Москву, в федеральный центр дерматологии и косметологии. После того, как супруге всё же дали инвалидность, она прожила всего лишь год. Сегодня единственной отдушиной для пенсионера является его сад, который ему достался в наследство от родителей. А вот что мешает повседневной жизни – это отсутствие должного внимания со стороны властных структур. Острым вопросом для инвалида Чуглеева является водоснабжение. Когда-то рядом с его домом был водопровод. На 300 метров взяли, да и отнесли на кладбище колонку. И даже не посмотрели, к кому я не обращался. Я обращался к главе района Дмитрию Николаевичу Маслову. Обращался в прокуратуру района. Обращался к главам сельского поселения Рождественского, Хавского, двум. Вы знаете, проводите. Ну, будет стоить 150 тысяч. А вот что по-настоящему Юрию Павловичу доставляет удовольствие, несмотря на ограничения по здоровью, так это приусадебный участок, без которого он просто не представляет своей жизни. Конечно, помидоры вкусные, огурчики какие, какие. И топинамбур свой растет, и подсонушки. Но уж про вишню, черемуху, черешню, про яблоньку, про яблоки, груши. И говорит смородину, иргу канадскую, малину разных сортов, в том числе ремонтантную. Смородины всех видов. Так что, если Чугрееву приходится экономить на свою пенсию, то исключительно за счет своего огорода. Галина Жукова, Александр Панин, 41 канал. Она родилась 17 февраля 1938 года. За свои 83 года пережила многое – войну, смерть детей, потерю любимого мужа. Родители Ларисы Ивановны, Вера и Иван Харламов всю жизнь посвятили музыке. Отец у меня работал в оперном театре в Саранске, в столице Мордовии. Он был первый кларнетист-саксофонист. Когда мы переехали в Воронеж, он стал работать в нашем госцирке. Очень музыкальный был человек. Мамочка всегда везде была художественным руководителем ДК. Там, где мы жили, в Саранске, и приехали сюда, она также исполняла вот эту свою деятельность. По словам Ларисы Ивановны, мама обладала великолепным оперным голосом, а отца называли «Человек-оркестр». Я же больше голосом в маму. Она певица у нас была. А отец был музыкант на инструментах. Он владел, но абсолютно всеми инструментами. Хоть аккордеон, хоть какой духовой инструмент. Там кларнет, бас, труба, альт и прочие-прочие. Все инструменты музыкальные, потому что он дополнительно руководил и оркестром. Когда началась война, отца забрали на фронт. Сменить свою деятельность пришлось и маме. Маленькой Ларисе тогда было всего три года. Мы в Саранске с голоду умирали. Братик мой и я. Ему было вообще два года. Он ходил, держась за стеночки. Он умирал от голоду. И для того, чтобы сохранить нам жизнь, мама согласилась пойти в санитарный поезд, работать, возить раненых с поля боя, а нас отправила в этот детский дом недалеко от Саранска. Несмотря на военные лихолития и голод, счастьем было то, что все остались живы. Правда, в музыкальной карьере сама Лариса предпочла педагогическую деятельность. В это начинание ее поддержали родители. Работая учителем биологии в школе, где встретила свою судьбу, любимого супруга Михаила, она активно участвовала в художественной самодеятельности. К слову, за плечами Ларисы Ивановны 57 лет педагогического стажа. Я как-то не пошла по этой линии, но я была влюблена, можно сказать, в музыку, в свою вот эту вот деятельность, помимо учительской работы. Я всегда принимала участие во всем. Сегодня продолжателем славных музыкальных традиций семьи Харламовых-Лисоновых является внучка Ларисы Ивановны Марина. И вот они уже запевают на два голоса народный фольклор. «Зачем вы, девушки, красивых любите? Непостоянная у них любовь». Марина рассказывает, что любовь к музыке она впитала с молоком матери, профессиональной певицы Веры Бражниковой. «Было очень интересно, конечно же, у мамы, помимо ее творческой деятельности, домой приходили ученики, ученицы, занимались. То есть непосредственно я в этой атмосфере всегда была. У нас всегда пели бабушка, дедушка. Я помню, у нас всегда были огромные столы, всегда у нас собирались люди, много-много гостей. Мама играла на фортепиано. То есть все это было очень настолько вот. И поэтому без музыки просто не представляли наш дом. Музыка всегда была в нашей жизни». А потом случилась беда. В 2009-м скоропостижно ушла из жизни мама Марины и дочь Ларисы Ивановны. Веры Бражниковой было всего 49 лет. «Но подкосил вирус, то есть гриб свиной, который был в 2009 году. В 2009 году весь наш Воронеж вот так же переживал этот гриб, как мы сейчас переживаем вот этот вот коронавирус. И Верочка за три дня убралась». Эта утрата еще больше сблизила бабушку и внучку. «У нас связь очень сильная. Хочу вам признаться, что у нас такая связь была не всегда. Потому что у нас была достаточно большая семья. И как бы между нами всегда были там люди. Мама, папа, бабушки и так далее. То есть бабушка как бы, бабушка вот. А сблизились, конечно же, ну, к сожалению, по трагическим обстоятельствам. Мы очень с ней сблизились. Но для меня она всегда была и с детства, и сейчас остается человеком настолько авторитетным, к мнению которой я всегда прислушиваюсь и обязательно советуюсь». Мужеству и крепости духа этой удивительной женщине можно только позавидовать. За короткий период Лариса Ивановна потеряла самых близких людей. «В 2004-м брат, в 2006-м Михаил Михайлович ушел, муж мой. В 2009-м году ушла мамочка моя. В 2009-м Вера, они в один год ушли. В 2014-м сын мой ушел». Но остались родные внучки Алина и Марина, которые сегодня скрашивают одиночество Ларисы Лисановой. К слову, на днях Марина Бражникова едет на прослушивание проекта «Голос». Главным критиком и вдохновителем будет снова любимая бабушка. «Я ей показываю все свои выступления. Если я снимаю где-то что-то или меня кто-то снимает, обязательно, вот, пожалуйста, да. Она очень хорошую оценку дает. Ну, давай кусочек какой-то». «Кусочек». «Это право последней ночи никому ни за что не отдам. Прокляни меня, если хочешь, но доверься моим губам». Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели. Что готовит нам предстоящее, мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 канале. А я с вами прощаюсь. И пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин